Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня я уже снимал видео и затронул эту тему. Мне бы хотелось развитие в отдельном видео. В формате более простого общения, я его называю обращение к зрителям и подписчикам. Первое я снимал. Верните госконцерт. Я считаю, что это очень важно с точки зрения возвращения шоу-бизнеса, этого отвратительного слова и содержания, к эстраде и творчеству. В госконцерт сразу исчезнут фотографии разных яхт, постоянного отдыха на Мальдивах, всяких разных понтов друг перед другом, потому что они будут сидеть, артисты, на зарплате, в зависимости от звания или отсутствия этого звания. А деньги будут идти в бюджет государства или на передовую, допустим. Верните пионерию. Второе. Потому что я говорил о том, что работа с подростками, с молодежью, которая была выстроена в советское время, это уникальная абсолютно система. Она требует, конечно, и кадров, она требует огромных вложений. И это не работа такая, что запретил, разрешил и все через два дня, три дня, десять дней. Нет, это год, два, три, четыре, пять. Но это в долгую работу для того, чтобы взрастить совершенно новое поколение молодых людей, патриотически настроенных, понимающих тривиальные правила жизни, это почитание старших, уважение к истории своей страны, любовь к родине и так далее, и так далее, и так далее. А не те поколения людей, которые воспитывались на Доме-2, всяких там американских стрелялках, программах и телепрограммах, которые слизаны с Америки. И третье, друзья, вот как бы не было, может быть, кому-то смешно в этом смысле, а может быть, никому с роду и не смешно, но просто так звучит, верните танцплощадки. Вы знаете, казалось бы, какая-то плевая вещь совершенно, танцплощадки, о чем речь идет. Вы знаете, я хочу сказать, что молодежи негде знакомиться. Год семьи. Значит, очень много внимания уделяется особому статусу многодетной семьи, льготам, преференциям для многодетных семей. Но совершеннейшим образом отсутствует речь, связанная с тем, где познакомиться ребятам молодым или вообще людям познакомиться, уже более взрослым, может быть, которые могли бы создать семью в принципе, чтобы она могла впоследствии стать многодетной. Где ознакомиться? Где молодежи проводить время с толком, нравственно, в соответствии с теми ценностями, которые, как мне кажется, сейчас диктует проводимая операция на танцплощадке? Еще раз повторюсь, в парке Горького есть замечательная вещь. Это когда в весенний, летний, осенний период делают деревянный настил. Ребята приходят, там рядом есть кафешка, вот одна можно сидеть, и просто смотреть часами, как ребята танцуют, двигаются, парни с девчонками. Потом некоторые приходят, там музыку включают, я уже не помню, ну, вечером 6-7 вечера, 8 может быть. А до этого приходят ребята, там портативную колонку включают музыку и танцуют. Ну, это супер просто вообще. Можно провести время, никаких ночных клубов, ни какого-то разврата, какого-то похабщины этой, просто танцы, общение, смех, супер. А вечером там просто танцуют, когда там 50 пар, например, какой-то определенный танец, ну, засмотреться можно. И танцплощадка, пар Горького. Если выехать в любой город, танцплощадки вы не найдете. Где проводить время молодежи? Где знакомиться? Негде. Поэтому я прочитал недавно статью, что знакомиться в основном в кругу друзей, либо брак с однокурсником, однокурсницей, одноклассником, одноклассником. То есть, с тем, с кем ты так или иначе уже общался, или вот с кем ты знакомишься в кругу друзей. Шанс познакомиться с совершенно незнакомым человеком, он гораздо ниже. Ну, это, как правило, в дороге или там еще где-то. Вот как раз где-то, где-то негде. Не библиотеки же, ну, можно и библиотеки, на самом деле, познакомиться. Так вот, танцплощадка – это то место, куда ребята могут совершенно спокойно прийти вечером. Еще раз говорю, рядом можно сделать спортивную площадку для того, чтобы ребята занимались спортсмены спортом, чтобы это была такая очень здоровая атмосфера. Может быть, рядом сделать, например, патриотический клуб, назвать его, где, собственно говоря, будут проводиться какие-то мероприятия, связанные с патриотизмом. И здесь же танцплощадка, где ребята любого возраста, естественно, те, кто уже начинает интересоваться знакомствами, совершеннолетние, а может быть, и несовершеннолетние, но танцевать друг с другом, могут прийти и, собственно говоря, провести время вместе, познакомиться, пообщаться, потанцевать вместе. И вот он уже пошел ее провожать до дома. А вот уже, значит, она его пригласила домой, они общаются, встречаются и решили создать семью. Место для знакомства. Танцы – более расслабляющая атмосфера, возможность как-то проявить себя, возможность, скажем так, это причина подойти, познакомиться, потанцевать. Давайте потанцуем. И в танце, собственно говоря, складывается особая все-таки атмосфера между людьми, более какая-то такая тесная, доверительная, и она способствует сближению, но это здоровый интерес, здорового, скажем, облеченный, интерес здоровый, облеченный в нравственную оболочку. Я приведу пример. Сейчас ночные клубы – это бесовщина, с моей точки зрения. Незащищенный секс. Там, что творится в этих туалетах, там вообще принимают наркотики. Алкоголь, табак, курение, несовершеннолетние. Алкоголь, табак, курение, вреди здоровья, наркотики, зло, занимайтесь спортом. Это ужасно. Постоянно какие-то там стычки, драки, потому что алкоголь, парни приходят, напились одни, вторые, какая-то драка. То есть там ничего доброго, светлого быть априори не может. Танцплощадка, свежий воздух, спортивные ребята. Девушка, например, не может познакомиться, нет у нее парня с подружкой, пришли туда, посидели, так сказать, что-то потанцевали, присмотрелись, кто-то подошел, танцевал. Возможность познакомиться, создать семью, чтобы впоследствии она была как раз какой многодетной, и чтобы уже можно было как раз воспользоваться всеми теми льготами, преференциями, которые предлагает государство для многодетных семей. Поэтому нужно задуматься в первую очередь об этом. Конечно, экономические вопросы тоже очень важны. Это и жилье для будущей семьи, и возможность гасить ипотеку и так далее. Это все очень важно. Но не менее важно, где можно ребятам сейчас, молодым, провести время и познакомиться, еще раз говорю. Поэтому мое, верните госконцерт, чтобы навести порядок в шоу-бизнесе, чтобы это была эстрада творчества, верните пионерию, чтобы с детства дети знали, что есть некая идея, вот идеология запрещена, потому что высшая ценность, свобода и права человека. Мое мнение, я считаю, что идеология как-то должна быть, что идеология это некая высшая цель какая-то, которая есть в голове у ребенка, которая понимает, что вот ради чего все это вообще? Понимаете? Не просто, а вот что это все вообще и для чего это? И это очень важно, потому что она как цементирующая основа, как фундамент развития личности. Поэтому с малых лет, там, октябриата, пионера и так далее, то есть гимн сейчас, вот попросите спеть, в пионерии все знали гимн. Нельзя было вступить, если ты гимн не знаешь родной страны. Сейчас гимн попросите спеть какой-нибудь школьник России, он не споет его. Поэтому гимн в обязательном порядке, поднятие флага в обязательном порядке, то есть те вещи, которые, да, это символ, но это у ребенка формируется определенное. И верните танцплощадки, это создание. Вот я прогнозирую, вот если в этом году, например, каждый город создаст танцплощадку на летнее время, вы увидите бум рождаемости и создание семей. Ну, потому что людям молодым будет где познакомиться, потому что летом прекрасно провести время на свежем воздухе, и все это красиво сделать, все это сделать, классно какие-то поставить там тематические штуки, какие-то там для продажи, может быть, каких-то, не знаю, там бутербродиков, там напитков, еще чего-то, естественно, без алкоголя, все. И это приведет абсолютно... Ведь стоит танцплощадку создать, это просто деревянный настил, музыку включить и все. И это приведет к тому, что огромное количество молодых людей смогут познакомиться и создать семью. Это, на самом деле, один из самых простых моментов решения демографического вопроса. Создайте танцплощадки в каждом городе. Вот зада программа. Танцплощадка в каждый город. Это из культурной точки зрения круто, из ценностной, из точки зрения демографии. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Я вас приглашаю на свой сайт, Будда Гришна.ком. Для бизнесменов, предпринимателей, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов, которые уже сегодня могли стать вашими, проходили мимо, на моем сайте есть для вас интересное предложение. Можете послушать, воспользоваться. Если заинтересует, пишите. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.